всем привет меня зовут мария мироневич вы на канале как похудеть и мы с вами продолжаем подготовку к новогодним и рождественским праздникам поэтому я сегодня с вами поделюсь пятью идеями новогодних закусок закусок на любой вообще праздничный стол как всегда все будет просто вкусно из безопасных продуктов так что ни одной баночки мы на это не пострадает но мы с вами начинаем готовить первую закуску я думаю кто-то сейчас удивится но приготовление мы начинаем с нарезки лука нам понадобится одна небольшая луковица и и я мелко нарезаю сковороде я разогрела столовую ложку растительного масла и загружаем туда наш лучок он шкварчит то что нужно старайтесь всегда отправлять ингредиенты в уже разогретое масло пока лук шкварчит наша задача измельчить около 150 граммов грибов я их нарезаю мелко мелко лучок у нас просто отлично уже зазолотился как всегда мы с вами готовим быстро отправляем грибы и прежде чем перемешать я перчу по вкусу чтобы от перчика нам остался только аромат и перемешиваю для того чтобы все у нас с вами готовилась равномерно теперь лук и грибы я оставляю на среднем огне я знаю что скорее всего вы не фаршировали томаты грибами но это очень вкусно пока грибы обжариваются подготавливаю наши помидорки срезаю им шляпки у меня четыре сливовидные помидорки они хороши тем что отлично стоят никуда не укатится это то что нужно для новогоднего стола и так шапочки мы срезали теперь аккуратно и обязательно конечно острым ножом вырезаем сердцевинку томата теперь с помощью ложки и нехитрых движений я думаю знакомых каждой хозяйки достаем сердцевинку из помидорки а мякоть томаты я добавлять не буду я ее просто заморожу в пакетике потому что у нас хозяйство всегда ведется экономно таким образом я подготавливаю все томаты готовим начинку у меня 100 граммов сыра для салата это любой сыр типа сербская брынза сертаки в общем сыр для салата я сюда добавила три зубчика чеснока конечно чеснок это опционально добавляйте вы по вкусу не блендер не какие-то другие инструменты нам абсолютно не нужны все разминаем с помощью рук ну и вилки конечно я солить не буду потому что сыр и так достаточно соленый вы естественно регулируете соленость на свой вкус сыр с чесноком мы размяли следом прямо со сковороды добавляем горяченькие грибочки вместе с луком убираем в сторону сковороду и доводим нашу начинку до супер результата который мы с вами будем и отправлять в наши помидорки это начинка очень вкусная можно намазать на хлеб нафаршировать этим вообще все что угодно просто обожаю это сочетание грибы и сыр как вы видите готовится все просто моментально помидорка уже первая готова накрываем ее крышечкой можно накрыть вот так как вам нравится ставить я их буду вот в такую небольшую салатницу которая уже застелила листиками салата для того чтобы было более нарядно таким образом я сейчас на фарширую все томатики вот такие две лодочки с красивыми вкусными нарядными праздничными фаршированными сыром и грибами помидорками у нас получились обязательно приготовьте ведь это займет минимальное количество времени и я уверена удивит ваших гостей приятного аппетита следующий рецепт еще один вариант классический это фаршированные яйца сейчас я опять с помощью ножа аккуратно вытаскиваю желток белок мы оставляем срезаем естественно более округлую часть для того чтобы когда мы яйцо наше нафаршируем нас была возможность это яйцо установить готовим начинку для наших яиц к желткам я добавляю сардины у меня две такие крупные получились в одной банке и масло которое идет вместе с сардинами я тоже добавляю для того чтобы наша начинка не была сухой а была вкусной и сочной с помощью вилки очень просто и кстати быстро все превращаю в однородную смесь все почти готово осталось добавить чайную ложку горчицы и еще разочек все перемешиваем до однородного состояния я уже подготовила тарелку на которую буду отправлять на фаршированное яйцо ну а теперь обычными привычными движениями начиняем наше яйцо вкусной начинкой сейчас я сделаю еще вот так положу чуть больше для того чтобы смотрелось хорошо и на самом деле чтобы было побольше начинки перед тем как отправить шляпочку на место добавляю небольшой кусочек маринованного огурчика и кусочек оливки для того чтобы было сочнее и вкуснее ну и накрываем отправляем наши яйца в гнездо и таким образом я сейчас на фарширую все яйца вот такое красивое пышное яркое у нас получилось гнездо в котором шикарные вкусные что немаловажно для всех хозяек в предпраздничной суете быстрые и простые в приготовлении фаршированные яйца которые я дополнительно декорировала тем что у меня было а у меня нашлись лучики желтого сладкого перца вы конечно же можете использовать все что есть у вас в наличии и конечно то что подскажет вам фантазия приятного аппетита для следующих закусок нам понадобится мой любимый кабачок если у вас есть цепки не вы можете использовать его отрезаем кабачку лишние запчасти теперь кабачок нарезаем тонкими полосочками слайсами ломтиками в общем как не назовите самое главное нарезайте тонко ломтики кабачков разложили рядком и для чего вы думаете для того чтобы их побить я беру молоточек вот такой где маленькие шипы наверно их можно назвать и легонько отбиваю то есть все эти эмоции негативные которые вас накопили за двадцатый год в удар вкладывать не стоит ну и таким образом отбиваем кабачки ту же самую процедуру с молотком и кабачками повторяем и с другой стороны масло у меня уже разогрелась и в него отправляем наши ломтики кабачков жарить их нужно на среднем огне у меня вот за раз уместилось 4 штучки сейчас я увеличу огонь для того чтобы наши кабачки подпеклись снаружи а внутри остались сочными именно такими как мы их и любим кабачки готовы для того чтобы лишние влаги в нашей закуске не было я их проложила бумажным полотенцем и сейчас пока мы готовим начинку бумажное полотенце впитает все ненужное для нашей закуски соединяем 50 граммов сыра для салата столовую ложку творога творог у меня 25 процентов жирности и щедрую чайную ложку горчицы горчица у меня острая вы можете использовать самую обычную русскую горчицу не обязательно зернистую теперь с помощью вилки мы все перемешиваем до однородной консистенции начинаем нашу работу на самом деле она быстрая и достаточно простая в исполнении начинку размазываем по всему кабачку именно для этого кстати мы и отбили кабачок обязательно так делайте для того чтобы его легко было свернуть в рулетик и он у нас не ломался потому что это нам ну совсем не нужно аккуратными движениями сворачиваем рулетик рулетик готов закрывать мы будем с той стороны где шов я беру шпажку у меня вот такая милая вилочка на нее сначала одеваю маслину для того чтобы все выглядело у нас с вами нарядно и теперь вилочкой соединяем шов маслинку мы опускаем к кабачку и вот такая закуска у нас получается наша деликатесная закуска из кабачков готова всего один кабачок добавит разнообразие вашему праздничному столу нежнейшее сочетание это кабачок и к нему мы добавили соленый сыр горчичку маслинкой внесет свой так скажем акцент и получается очень вкусно и конечно же добавит яркости и вкуса вашему праздничному столу приятного аппетита готовим уже четвертую закуску начинаем с трех долек чеснока можете взять чеснока больше или меньше это дело вкуса 50 граммов очищенных грецких орехов теперь взбиваем орехи с чесноком и молодым орехом добавляю 100 граммов сыра для салата и смешиваю блендером до однородной консистенции наш соус из орехов чеснока и сыра готов теперь убираю его в сторону остался всего один ингредиент 100 граммов сыра сыр у меня твердый и дам сыр я натираю на самой мелкой терке сыр я добавила к соусу то что его так много бояться абсолютно не стоит потому что ну просто когда сыр натрешь на мелкой терке он получается очень пышно теперь с помощью ложечки все интенсивно размешиваю до однородного состояния начинаем собирать нашу закуску я беру листик салата на него отправляю не полную такую чайную ложку нашего соуса и на этот соус отправляю ананас то есть соус у нас будет служить связующим звеном но на этом количество соуса не заканчивается хорошенько смазываем наше колечко ананаса нашим супер сырно-чесночно-ореховым соусом и по сути лист салатика будет являться вариантом порционной подачи беру следующий лист на него также отправляю ложку нашего соуса распределяю по листочку ну и прилепляю ананасик таким образом я поступаю со всеми листиками салата и кружочками ананаса финальные штрихи добавляем по маслинке или если вы больше любите зеленые оливки добавляйте их на середину нашей закуски отлично и теперь если вдруг кто-то не так гурманит как мы с вами и не особо любит ананасы с чесноком хотя я думаю таких людей очень мало мы добавляем еще огурчики корнишончики которые уж точно любят все получается красиво вкусно и сейчас еще одну просто вот такая красивая у меня подставка доска которая вот так крутится ну и я немножечко с вами поделюсь своей радостью вот такая красивая закуска номер четыре вкуснота невероятная приготовьте обязательно следующей закуски нам понадобится авокадо по моей просьбе его разделал уже сергей спелый авокадо вот с такой темной шкуркой чем она темнее тем соответственно авокадо спелее теперь с помощью ложки достаю мякоть авокадо и отправляю в миску в которой мы будем проводить все наши работы ну а вот такая шкурочка у нас с вами остается нежная авокадо отлично сочетается с тунцом у меня тунца 100 граммов собственном соку еще я добавлю чайную ложку лимонного сока вооружаюсь вилкой и разминаю все до однородной консистенции вот такой консистенции у нас получилась начинка если вы хотите прям совсем однородную то можете использовать блендер мне же наоборот нравится когда чувствуются кусочки это конечно же дело вкуса один салатный огурец длинный весом около 400 грамм нарезаем на вот такие шайбочки по 3-4 сантиметра высотой больше и меньше не нужно но это опять на мой вкус вы можете сделать чуть меньше или больше теперь с помощью тонкого ножа это филировочный нож убираем у огурчика сердцевинку делаем это в несколько этапах кусочек мы отрезали и теперь продолжаем вырезать сердцевину наши огурчики уже готовы для того чтобы перейти к следующему этапу я немного увлеклась и они у меня почищены насквозь но наша начинка позволяет так что это не повод как это расстраиваться теперь хорошенечко с помощью ложечки начиняем нас есть вариант посмотреть чтобы не было слишком полно с другой стороны и сверху огурчика тоже обязательно добавляйте начинку потому что многие делают вот такую ошибку на мой вкус конечно оставляя свободное пространство и так начинки получается меньше и соответственно тоже вкуса получается меньше таким образом я фарширую все огурчики вот так быстро мы с вами приготовили освежающую закуску из огурцов при этом она сытная благодаря тому что мы добавили и тунца и авокадо так что очень вкусно очень просто и очень быстро как раз те рецепты которые я так люблю приготовьте обязательно приятного аппетита ура мы с вами сегодня приготовили целых пять разных очень вкусных и простых приготовлений закусок начали мы с вами с одной из классических закусок это фаршированные яйца обязательно приготовьте ведь это просто и на самом деле люди их очень любят например мой муж просто обожает это блюдо поэтому приготовьте обязательно порадуйте своих близких еще один классический вариант это фаршированные помидоры благодаря новому виду начинки я уверена они просто произведут фурор обязательно приготовьте это очень вкусно и как всегда просто и конечно же свежие овощи на праздничном столе всегда вносят отличное разнообразие ну и просто полезны для здоровья еще мы с вами приготовили красивую аппетитную закуску из моих любимых кабачков и на самом деле кабачки люблю не только я их любят многие готовятся они просто и вот всего лишь один кабачок необходим для того чтобы приготовить вот такую как я всегда говорю красоту и вкусноту дальше мы с вами приготовили очень интересный вариант закуски для гурманов мы взяли ананас и яркий вкусный соус с добавлением орехов чеснока сыра вкус получается просто невероятный обязательно попробуйте и конечно же без корнишончиков огурчиков мне кажется новый год просто не наступит поэтому они находятся в середине этого блюда также мы с вами приготовили на и простейший и на и быстрейший вариант мы с вами на фаршировали огурчики соусом начинкой состоящий из авокадо и тунца мне кажется это беспроигрышный вариант и такие закуски всегда за праздничным столом уходят на ура приятного аппетита и конечно пишите в комментариях какое блюдо вам понравилось больше всего если вам понравилось сегодняшнее видео варианты закусок которые мы с вами приготовили поставьте пожалуйста лайк а мы в свою очередь обещаем придумать еще кое-что вкусное простое в приготовлении из обычных продуктов к праздничному к новогоднему столу потому что честно у меня огромное количество идей идей много времени не совсем много поэтому будем снимать как можно больше видео чтобы у вас был шикарнейший новогодний стол и при этом после праздничной трапезы вы не испытывали угрызений совести с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра берегите себя ну и конечно самого самого праздничного вам настроения